рад приветствовать своих подписчиков также гостей которые смотрят это видео ну и как и обещал я хочу показать в этом видео как нарисовать вот этот парусник напомню что в прошлый раз я рассказывал и показывал как нарисовать небо и вот эти облака которые вы видите на дальнем плане ну и немного хочу так сказать отчитаться почему больше двух недель не было видео было много вот такой вот подобной работы видите здесь мою копию вольную английского художника майкла джеймса смита у него очень интересный такой реалистичный стиль можете погуглить и по ютубить его здесь очень много есть видеоматериала о таком творчестве но и хотя работа очень маленького формата довольно неплохо выписано по-моему это был формат либо 15 на 25 но очень малый размер хвоста также еще одна такая большая работа 90 на 50 или 80 на 50 но здесь тоже в похожем таком стиле но и похоже немного на одну из работ шишкина я просто немного видоизменил эту картину я немного так прибавил с левой стороны вот такой вот мостик туда небольшую заводь но и видоизменил ландшафт этой картины мы таким образом получилась вот такая вот авторская работа тоже которая довольно детально прописанную которая потребовала конечно же много времени чтобы ее сделать ну и такая вот небольшая работа тоже 18 на 36 размер холста и тоже видит такой парусник который освещенный боковым боковыми солнечными лучами на закате ну фотографии этих а также других работ можно будет посмотреть в паблике вконтакте на который тоже приглашаю вас подписаться но сегодня сейчас я покажу и расскажу как же этот парусник нарисовать ну и так вы видите такая здесь прочерчена сеточка которую я так прорезал мастихином на холсте таким же образом мастихином мы прорезаем в краске слои краски вот такие вот контуры которые будут нашего корабля например паруса но сеточку я сделаю то для того чтобы было удобно работать чтобы было удобно сохранить те пропорции корабля потому что это большой формат чтобы это все смотрелось правильно единственное хочу предупредить чтобы тоже не повторили моей ошибки в принципе это и не ошибка но не было возможности продолжить работу над этой картиной в один день закончить ее одним сеансом поэтому пришлось на следующий день уже ей заниматься и краски уже успели подсохнуть и такую вязкость приобрести поэтому прорезать мастихин вот эти вот контуры оказалось довольно сложно но даже потом просто пришлось много повозиться с тем чтобы убрать вот эту вот сетку так что не повторяйте такой ошибки ну и так видим как произвольно без каких-то инструментов сейчас дополнительных я просто беру мастихин и вырезаю краску по контуру где будут проходить наши паруса по возможности это видео я тоже постарался ускорить чтобы сэкономить ваше время ну и ограничить так то информация которая необходима ваше время ну и ваше время ваше время Субтитры делал DimaTorzok Чтобы избавиться от той краски, которая была предыдущим слоем вынесена Ну, во-первых, это даст нам общую картину Которая будет у нас, когда мы уже очертим весь контур Субтитры делал DimaTorzok Да, итак, вот что в итоге у нас получилось Ну и подобным образом делается и сам корпус корабля Все вот эти вот контуры Ну и первое, что я делаю, это наношу сразу тень от парусов Которая будет намного темнее у нас Чем сами паруса, освещенные солнцем Будем идти от темного к светлому Будем выписывать все эти паруса Или же корпус Чтобы получить такой вот цвет Теневой цвет, такой притемненный Я использовал, кажется, ультрамарин и жженую умбру Как раз, чтобы наши паруса не смотрелись так объемно Наполнены ветром Можно уже сейчас придавать такие им очертания изогнутости И тень, соответственно, тоже на них будет изогнута немножко А там, где тень подходит к парусу Можно ее сделать немного темнее И благодаря этому Опять будет у нас такой интересный эффект контраста Который будет так выделять один парус на фоне другого И получится такая как многослойность Ну и так мы продолжаем выписывать Даже не выписывать А наносить просто пока так Темные пятна на наши паруса Где они будут прятаться части в тени Краски не смешиваются с предыдущим слоем Также, ну, во-первых, потому что они немного уже подсохли Но также, потому что мы их срезали мастихином На передней части будет очень интересно смотреться Три, даже четыре паруса Которые будут так многоярусно наложены на один план И они придадут такой объем И будет впечатление, что они так впереди смотрятся Вот сейчас они начинают прорисовываться Немножко уже можно угадать таких очертаний КОНЕЦ 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 Мы художественно преувеличили этот цвет. Сейчас такая просто механическая работа, но мы избавляемся от незакрашенных участков. Мастихином можно вдавить краску, как раз это поможет нам быстрее увеличить скорость работы. Ну и что самое важное, мастихином можно как раз придать вот это вот закругление и загиб вот этот парус. Даже сейчас уже на этом этапе можно так предугадать вот эту вот фактуру ткани, которая натянута под действием ветра. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и так мы видим здесь тоже распределяется вещество краски по холсту. И уже получаются такие формы паруса, которые мы хотим достичь в будущем. Мастихином можно уже наносить более светлые участки. Мастихином также очень удобно подойти от паруса к парусу вплотную, чтобы так уточнить его границы. А теперь можно сразу избавиться от лишней краски, которая у нас есть на холсте. Вот мы видим, как я прям подгоняю эту краску к внешнему парусу. К сожалению, к морскому делу я не имею никакого большего отношения, поэтому я не знаю в точности, как называются все части, все детали корабля. Я просто стараюсь их передать, как они выглядят. Ну и на данном этапе мы немного приостановили работу над нашими парусами. К ним еще вернемся. Ну и теперь мы видим, как я при помощи какой-то палки рисую мачту. Ну, на самом деле, художники пользуются часто такими инструментами, и в классике это называется муштабель. Муштабель это, как правило, такая длинная гладкая палка, на конце которой мягкий шарик, и которая опирается на холст с одной стороны, но другой конец держится в руке. Благодаря чему здесь включаются вот эти вот дрожания руки непроизвольные. Ну и появляется такая твердость для того, чтобы опирание руки, для того, чтобы выписать какие-то мелкие детали. Ну, или здесь я использую такой импровизированный муштабель, с которым я уже много нарисовал картин, для того, чтобы выписать вот эту вот мачту. Ну, видим, я сначала темным цветом обозначил нашу мачту, которая будет в тени, и сразу же наношу светлые области, которые будут освещены солнцем. Можно сразу уточнить все контуры ее. Аналогичным образом мы поступим и со второй мачты. С таким инструментом очень просто и удобно работать. Ну, на самом деле это не просто палка, она профрезерована с двух сторон так, чтобы быть скругленной, гладкой. Это позволяет прямо опереть даже иногда кисть на нее и тянуть, делая такую ровную линию. Аналогично мачтам видим сейчас, я прорисовываю вот эти вот рей. И, конечно же, это тоже такая механическая большая работа. Единственное, чтобы достичь вот этого эффекта, что мачты корабля уходят вверх, конечно же, нам нужно свести эти мачты немножко верхушки их друг к другу, но и... А также вот эти рей расположить, как сказать, радиально по отношению к носу корабля. Ну, радиально, то есть, чтобы они у нас... Каждая была немного повернута под углом по отношению к предыдущей. Ну, это можно увидеть на фотографии этой картины. Ну, то есть, я хочу сказать, что рей у нас не расположены прямо вот идеально параллельно друг к другу. Они как бы развернуты как веером. Ну, и так видим, какая скорость большая работа с таким вот муштабелем. Мы просто прочерчиваем эти ровные линии. Аналогичным образом сразу же мы переходим к корпусу корабля. На нем как раз будет очень много таких разных мелких деталей. Много разных уступов. Некоторые из них будут находиться в тени. Некоторые освещены тоже солнышком. И мы начинаем тоже чертить, образно говоря, так вот этот корпус. Крома корабля у нас будет находиться вся в тени. Поэтому, соответственно, там мы более темная смесь Умбры и Ультрамарина. Позже мы также нанесем небольшой рефлекс или отраженный свет от парусов. Видим, там где этот выступ выпирает, мы немного осветляем часть корпуса. Ну и таким образом создаются тоже такая как внутренняя окружность или внутренний радиус в корпусе. По длине всего этого кораблика. Причем при помощи такого приспособления мы делаем не только ровные линии. Видим, что немного изогнут наш корпус. Верхняя его часть. И этот изгиб мы также видим под этот муштабель. Просто мы корректируем немного движение руки так, чтобы прорисовать вот эту линию. Можно немного также корректировать направление самой этой палкой. Напомню, что наши паруса и корпус еще... Так можно сказать, что в мрачный день. Сейчас в мрачном дне находится и на них еще не лежит никакого света. Оно в будущем появится. Потом, когда мы поворачиваем нашу картину, то видим, сколько работы уже мы проделали. Все выглядит довольно ровно. Потом будут нанесены также при помощи этого муштабеля все настройки на корабле. Все его постройки. Ну и сейчас вы видите, как белилами смешанными немного с жженой сиеной, а также желтым кадмием. Это совсем немного там его. Оно такое придает теплость и солнечность. И смесью этой краски я таким образом положу цвет на корпус корабля. В качестве разбавителя я использую простое льняное масло. Видим, как я просто протягиваю краску и она ровненько ложится на весь корпус. Ну и настало время тоже таким же образом прочертить ватерлинию корабля. Видим, я сейчас немного провернул этот муштабель. Чтобы проделать такой изгиб. Ну опять же, жидкой такой краской мы протягиваем ее, чтобы закрасить нижнюю часть, которая даже подводную часть корабля. А потом... А потом... Это место я тоже ускорю, потому что здесь подобные действия у нас выполняются. Музыка 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 Субтитры делал DimaTorzok Мы будем придавать им более солнечный вид И мы еще больше сделаем этот эффект изогнутого паруса, который наполнен ветром Для этого мы высветляем части паруса, которые выгнуты максимально близко по отношению к нам Ну и я использую для начала смесь жены сиены с белилами Совсем немного добавляю также желтого кадмия для этого Также вот даже уже сейчас можно просмотреть такую фактуру ткани, которая завернута под действием ветра Примерно по центру, немножко выше от центра даже, мы делаем вот этот солнечный блик От света как раз на том месте, где парус получает максимальный изгиб Ну и мне, например, очень удобно это делать руками, пальцами Можно почувствовать, как краска вдавливается в поры холста И растянуть эту краску можно по всей площади нашего паруса Ну а также пальцами можно растушевать, например, немного места перехода между тенью и светом Ну и аналогичные действия мы проделаем со всеми нашими парусами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 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 При помощи такого масштабеля также очень удобно сразу уточнить контуры, чтобы потом не возвращаться больше к этому вопросу. Продолжение следует... Ну и потом снова, таким же самым образом, нанеся краску на парус, мы просто вносим светлую область, освещенную солнцем. На парус, на место изгиба делаем такой блик, освещенный солнцем. При этом, если у нас остаются такие какие-то темные разводы, то мы не будем стараться от них избавиться, потому что это так придаёт реалистичности и придаёт такой эффект фактуры ткани, с которой сделан парус. Играет музыка. 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 Продолжение следует... Ну и заканчиваем такие вот уточнения тоже. Пальцем растушевываем те места перехода света и тени. Также я высветляю те места, которые еще не освещены солнцем. Опять же появляется вот этот вот блик солнечный и сразу видно, что парус он изогнут на нашу сторону. Напомню, что для этого мы не используем чистые титановые грилы. Продолжение следует... Продолжение следует... Тесточкой можно где-то необходимо уточнить тоже какие-то моменты на этой стадии. Ну и у нас остается немного лишней краски. Мы для этого берем большой мастихин и... Положив ее вот так плашмя, мы просто заглаживаем эту краску. Благодаря этому поверхность становится очень ровной, гладкой. Ну и краска распределяется таким образом по холсту равномерно. Заглаживаются все разводы, которые остались после пальцев. Теперь мы снова переворачиваем нашу картину и занимаемся прорисовкой мелких деталей. Параллельно мы очерчиваем эти будущие доски, с которыми будет обшит весь корпус. Для этого опять мы используем штабель и... Разведенную хорошо краску мы наносим на кисти и просто протягиваем таким образом по корпусу. Ну и получаем такую ровную тонкую линию. Также мы сразу наносим свет на тех участках, где он еще не упал. Теперь можно нанести как раз тени, которые будут от различных деталей корабля. Также от натянутых вант или веревок, как они называются правильно. Для этого мы снова используем тоненькую кисть, это двоечка. И по форме нашего изгиба, изгиба нашего паруса мы проводим таким образом кистью, чтобы повторить вот этот вот изгиб. Также мы сразу прорисовываем тени на соседней масте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и где это мы хотим подредактировать, это вполне можем сменить. Все ровные детали этого кораблика мы тоже пишем под этот мусштабе. Мы просто опираем кисть на эту палку закругленную и просто протягиваем кистью. Получаются такие ровные натянутые ванты. Мы ставим картину как нам удобно, хоть вниз головой. Главное чтобы нам было удобно работать и был хороший результат. Продолжение следует... Ну и так сейчас я буду прописывать снова под мусштабель сетки, которые находятся по обе стороны этого корабля. Для этого я просто сдвигаю нижнюю часть мусштабеля и придаю такую конусность этой сетке. Потому что она уходит вверх. Ну и соответственно она будет расходиться на конус. Мы видим какую большую роль играет такое простое приспособление в написании картины. И так мы заканчиваем продольные эти веревки. Ну а поперечные можно просто сделать от руки, оперев руку на мусштабе, чтобы она не дрожала. Ну и проделываем такое по всей длине вот этих вот лестничных сеток, по которым лазят матросы. Ну и дальше следует примерно полтора часа рутинной работы, которая придает такой очень реалистичности большой всему кораблю и всей работе. Я не буду углубляться во все эти подробности, чтобы не затягивать еще на час это видео. Вот несколько фотографий привожу уже законченной готовой работы. Как итог работы вы сможете видеть много мелких выписанных деталей благодаря этому же приспособлению масштабелю, ну и эту работу в целом. Итак, спасибо большое за просмотр. Благодарен, что уделили этому свое время. Если вам понравилось это видео, вы можете подписаться или поставить лайк. Ну а также можете посмотреть другие мои видеоролики, которые записаны были ранее. Ну и также ожидайте следующих видеороликов, если вам интересна моя работа. Продолжение следует...